Зерги, искушенные сигналом пси-излучателей, подобрались к ни о чем не подозревавшим силам конфедерации и уничтожили их, и снова флот протосов под командованием высшего хромовника Тассадара прибыл и сжёг планету. Время окончательной расправы с конфедерацией почти наступило. Сначала мы ударим по Тарсонесу, однако нам придется прорвать самую крепкую оборону конфедерации. Генерал Я защищал Тарсонес в более чем тридцати битвах, и я знаю абсолютно всю оборону. Есть три главных оборонительных платформы, которые служат как посадочная территория для флотилии конфедерации. Если мы взорвем центральную платформу, мы сможем провести наши силы сквозь планетную оборону. Я впечатлен, генерал. Я никогда не представлял вас в роли фасадного атакующего. Итак, платформу конфедерации обороняют Омега и Дельта Сквадрон. Они не смогут противостоять моим парням из Альфа Сквадрона. И вновь конец брифинга, дорогие мои друзья. С вами был, как всегда, Дезертир. Шутка. Конечно же, я начинаю. Миссию не заканчиваю, поэтому поехали. Ну что ж, у нас есть Нарад-2. И мы будем как-то сейчас продвигаться вверх, потому что здесь нам высаживаться, в принципе, безополезно. Сейчас мы поглядим, что у нас здесь есть. Минералов мы добывать здесь не можем. Так, да ладно. Я не могу поверить. Альфа Сквадрон не может стать в позиции. Мы сейчас будем высаживаться. Я бы, если честно, высадился немножко подальше. Ну окей, им виднее. Им виднее. Продолжаем путешествовать. Так, у нас есть для этого заводика, для этого заводика, по идее. Хотя я могу ошибаться, по-моему, для другого завода. Ну окей. Да. Это все-таки для этого. Ну и, естественно, нам нужно забрать призраков. Естественно, нам нужно с таким же успехом забрать эстивишки. Потому что без эстивишек и призраков нам там ни черта не светит. Давайте выгружаемся. У нас есть пара неплохих ребят и есть на РАД-2. Урон у него 50, лазерной батареи тоже 50. В общем, очень крутая штучка. Посадка, посадка, посадка. Для тебя у нас тоже лаборатория есть. Отлично. Так, какие здесь есть улучшения? Исследовать блокировку. Исследовать глазные имплантанты. Угу. К призраку. Так, ну, во-первых, маскировку. Естественно, но маскировка нам нужна. Так, построить ядерную шахту. Я не помню, что делает ядерная шахта, но... Наверное, попробуем впоследствии сейчас этим заняться. Так, ладно. Пока мы этим всем занимаемся, я думаю, что мы сейчас будем добывать... Добывать минералы. Глянем базой, что здесь у нас есть интересного. Еще минералы есть вот здесь вот. Здесь же есть же газовый спен. В принципе, можно их пока временно оставить вот здесь. Потому что... Здесь вроде бы никого и ничего нет. Ну, окей. Позиции, как он сказал, наши друзья сдать не могут. Но почему-то, видите, как получилось, они их сдали. Хорошо. Хорошо, друзья мои. Больше ресурсных депо. Сейчас сделаем, как сказалось, СВ-шка. У нас все время проблемы с ресурсными депо. Но думаю, что мы как-нибудь их решим. Так, оборонять мы пока будем вот этими дорогими ребятами. Дорогими, опять-таки, во всех смыслах этого слова. Так что думаю, что мы вполне неплохо справимся с задачей. Постройте больше ресурсных депо. Постройте больше ресурсных депо. Подожди, оно почти готово. Работа выполнена. Работа выполнена. Хорошо. Давайте подстроим еще. И еще, и еще. Чем больше, в общем, депо будет, тем лучше для нас, дорогие мои друзья. Потому что все это очень и очень нам помогает. Так, радиус видимости призраков. Хорошо бы увеличить. И реактор, ну это, собственно, энергия призраков. В идеале нам бы еще пару нарадов было бы все намного проще. Потому что, ну, все-таки с ними это много-много веселее. Ладно. Что еще говоришь? Ну, мне нужно построить здесь как минимум одну газилку. И проверить, можно ли встать как-то ближе к газилке. Да, стать ближе к газилке можно, добывать можно, но нужно ли вопрос. Ядерная шахта у нас здесь, значит, цена. Что у нас делает ядерная шахта? Ну, логично, построить ядерную ракету. Так. В принципе, она довольно дорогостоящая. Но я думаю, что ничего страшного в этом не будет. Ладно. Из тевишки добываются. Добываются из тевишки, а чем я? Ну, окей. Газ, в общем-то, у нас работает. Газ у нас сейчас будет мало, но сколько есть. Так. На первое время, думаю, нам в любом случае должно хватить. Если повезет, пойдем сейчас опять через засадные танки. Немножечко на радом повеселимся. Так, тебя направим, а тобой построим. Нужно построить бункер. Ой. Ой. Как там плохо-то? Так, ладно. Я думаю, сейчас сделаем привидений. Хотя, стоп. Как раз именно привидений мы и сделаем. Берем призраков. Включаем маскировочку. И фигарим нафиг. Воу. Это еще что за фигня? Что-то пошло для призраков не так. А что их, кстати, палит-то? А, понятно. Их палит. Вон тот радар. Радар нужно как-то вывести из строя. Сейчас мы разберемся, как именно. А пока погуляем призраком по базе. Так, здесь тоже радар. Тоже нифига хорошего. Окей. В принципе, довольно неплохо изучили все здесь. Ну, более или менее, по крайней мере, все, что стоит в начале. И готовы к дальнейшим различным действиям. Давайте, нам нужно больше маринада. И, что самое главное, нам нужно больше осадных танков. Но у нас проблемы с газом, к сожалению. К сожалению, у нас проблемы с газом. Нужно три рабочих на добычу. И СВ-шки у нас строятся. Все хорошо. Я вот не знаю, стоит ли мне запускать язерки. Работа выполнена. Вот у нас СВ-шка отлично, все. Хорошо. Попробуем проверить, что у нас здесь. Так. Ясно, что там на самом деле это все палило. Что-то совсем наглые ребята. Починим воздух. Терять воздух нам не пристало. Здесь нам нужен танк в осадном режиме. Но для того, чтобы у нас был осадный режим, его, естественно, нужно изучить. Мы пока этим не занимались, поэтому нужно этим заняться. Пошел, пошел. Так, ладно. Выводим Мариносов сюда. Ставим их самое малость на удержание позиции. Нет, дружи, в привидения я не верю. Но я думаю, ядерную шахту вполне себе могу себе позволить. Так, здесь у нас изучается, да? Поэтому можем построить танк. Также взять, например, тебя. И построить что-нибудь полезное в виде военного завода. Например. А также взять, например, тебя. И построить что-нибудь полезное в виде... В виде, в виде, в виде, в виде чего? В виде... В виде еще одного завода, на который нам не хватает весь пены. Хорошо. Все, оно завершено. Танки теперь у нас могут раскладываться. Осадный режим. Отлично. Одного танка на некоторое время мне хватит. Тем более, что вот здесь приехал второй танк. Ой. Что-то я его рано немножко сложил. Рано сложил. Но, в принципе, вовремя изучу осадный режим. Как-то так. С помощью наших друзей мы можем выдвинуть сейчас на себя армии. Потихонечку. А ну-ка, иди сюда. Оп. Оп. Победа за нарис. Я скоро. Какой, маринчики, а? Бегают, смотрите как. Ладно. Строим здесь цех. И, 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 и. Что мы здесь делаем? Нам нужна, как минимум, как раз одна ядерка. Опробовать ее, так сказать, в бою. Строятся они очень долго, насколько мне не изменяет память. Ну, да. Так, нам нужна инженерка. Где-нибудь вот здесь. Ты нам построишь, построишь. Что ты там построишь нам? Не знаю. Ты мне пока не нужен особо в плане построения. Мне нужны марины. Пока я буду развиваться осадной базой, здесь марины не так сильно нужны, нежели танки. В принципе, здесь все миссии можно пройти тупо через осаду, тупо через осадные танки. Но мне хочется поизучать что-нибудь интересненькое, поприменять все различные способности. Например, ту же ядерную ракету. И посмотреть, что да как. Ну, как-то, как-то все пока хорошо. Так. Ну, вот у нас и ядерный удар готов. Так, посмотрим, насколько он достанет. Ай, убили негодяя. Убили негодяя. А где у нас еще один был? Где-то у нас был, по-моему, еще один. Или у нас его не было, не помню. Так, по Сивишке, почему вы стоите без дела? Почему вы еще и не добываете? Что у нас нужно? Тайный центр научных операций. Хорошо. Хорошо. Тайный центр научных операций сейчас построим. Сейчас сделаем. Все будет у нас работать. Научный центр. Войный завод. Космопорт. Академию. Как раз Академии нам не хватает. Ладно. Здесь мы пока можем построить пару танков. И заодно. Заодно, как только накопим нужное количество Виспена, сделать несколько полезных улучшений. Ну, или просто откатить один из танков, сделать улучшение. Откатить один из танков и сделать еще одно улучшение. Как вариант. Так. БС. И ставим где-нибудь еще. Тут, например. Пересаживаем. Выводим сюда танки. В принципе. Так, я понял, что они пройти не могут. Только 100. Хорошо. Делаем вот так. Делаем вот так, раз нам не дают. Ай-яй-яй, потерял танк. Ха, не потерял, лол. Вовремя отвел его. Вовремя отвел танк назад. Здесь чем он у меня и выжил. Чинить он, конечно, медленно. Но терпимо. Ладно. Собственно, про что я. Мне нужно... Мне нужен, точнее, хотя бы один тризрак, чтобы запустить туда ядер. Иначе это все бесполезно. Так, здесь можно построить еще одну ядерную шахту, как вариант, либо станцию слежения. Построю. Или не буду строить. Это, наверное, не буду строить. То, что замечательно справляются осадные танки. Мне всегда это нравилось. Хорошо. Мы выдвигаем немножечко танк, чтобы он у нас... Умирал вместе с остальными. Те-таки танки в осадном режиме просто замечательны. Те-таки танки в осадном режиме просто замечательны. Те-таки танки в осадном режиме. Так. Ну уж, честно говоря, уж очень там все печально. Хотя в осадном режиме он хотя бы видит все и вся. Что-то у нас снизу там базу атаковали чуть-чуть. Пошел! Почему атомный? Непонятно, но... Окей. Так, я дергал. Кому? Хорошо рвануло. Хорошо рвануло. Мне понравилось. Так. Во-первых, ты почини. Здесь продолжаем подстройку. Выводим осадный танк наверх. Проверяем полудохлым маринадом, что у нас здесь вообще есть. Уничтожили всего пару бункеров. Ничего сильно опасного здесь нету. По крайней мере, теперь. И можно спокойно раскладывать танки. Ну, более или менее. Попутно починить все те, которые у нас уже имеются. И создать, собственно, новые. Ядерка работает довольно специфически. Так. Во-первых, ремонт. Ребят, давайте. Ремонтируйте, пожалуйста. Отлично. Отлично. Здесь ремонт они сделали. Теперь сделаем быстрый ремонт на Рада 2. и будем потихонечку расслаблены продолжать играть дальше. Так. Подстраиваем. И еще раз. И еще раз. Потому что минералов у нас довольно достаточно. А вот с танками, например, проблема. Так. Минус один танк здесь. И плюс один танк здесь. Все-таки. Потому что у меня иначе идет какая-то неправильная добыча. Ладно. Ладно. Я думаю, что несколько осадных танков нам, в принципе, хватит. Выезжай чуть вперед, дружи. Так. Хорошо. Пока он вас здесь чинит. У нас будет сейчас плюс еще два танка. Еще один выехал. Сейчас мы его разложим как раз таки. С виспетчиком у нас прям-таки проблемы. У меня мало времени. В каком-то смысле прям-таки катастрофические проблемы. Продолжаем передвижение. Делаем это примерно тем же способом, что и в прошлые разы. Я его, кстати, не помню. По-моему, такого делать было нельзя. А может и можно. Поехали. Все-таки такого делать было нельзя. Не сомневайся. Так. Складываем. Передвигаем. Раскладываем. Ну, так и проходим дальше. Пока вполне отлично. Все это дело проходится. Осадные танки дают о себе знать. Нападение проходит просто замечательным образом. Мне все нравится. Меня все устраивает. Пока на нас противник особо не выдвигается, можно спокойно заниматься их осадой. Друзья мои, спокойно заниматься их осадой. Вот, наконец-то, сейчас появилось немножко полезностей. Нас уничтожают из СВ-шки, я заметил. Надо как-то с этим бороться. И бороться, естественно, таким способом, который мне позволен. А именно... Как-то пресекать их наглость. С помощью нарада и с помощью стелс-кораблика. А то, видите, танк слишком-слишком наглый, слишком. Здесь же у нас идет отличная осада. Просто великолепная в каком-то смысле. И мне особо даже париться по этому поводу не приходится. Так. Как раз здесь строится второй танк. Мне нужно сейчас прокачать еще одно улучшение. Я думаю, что сейчас стоит построить еще один военный завод. Добор. Делать все-таки улучшение чуть-чуть быстрее. Хотя надо было это сделать не на самом деле энное время назад. Нежели сейчас. Так. Передвигаем немножечко наши танки вперед. Так, сложились. Проехали, разложились. Заодно проглядываем, что там впереди у нас да как. Ну вот. Мы дошли до нужного нам места. Так, нам нужен детектор. Как минимум один, да? Который будет следовать за вот этим вот танчиком. У нас опять атаковано база. Опять не вовремя. Надо все-таки поставить здесь что-то полезное. В виде детектора вместе с кое-чем полезным. Так. Решай. Яма-то просто замечательное оружие. У меня мало времени. Ну и сам крысер вполне себе неплох. Да, конечно. Так. Я все вижу. Я бы впоследствии все-таки не было ничего подобного. Мы установим здесь все, что мне нужно. Слушаюсь. Отлично, у нас появился детектор. Не сомневайся. Ну, с детектором все будет намного прозаичней. Тихонечку выдвигаемся, я думаю. Войсками вперед. Периодически раскладываясь, складываясь. Здесь, например, ничего не было. Здесь тоже кое-как. Ну, погоди. Главное, чтобы у нас наши войска видели здание, которое им требуется атаковать. Иначе все будет просто печально и обидно. Складываемся. Чуть-чуть проезжаем, раскладываемся. Потому что там Марин стоит. Марин, конечно, нам особо много ничего не сделает, но... Все равно может быть немножко обидно, правильно. Так. Мне не нравится, что у меня танки иногда ездят очень криво. Ну, что же, сделаешь? Это первый старкрафт. На тот момент это было нормально. Нам главное уничтожить здание морпехов. Уничтожить различные другие здания такого же типа. Для этого нам нужно разложить танки где-нибудь вот тут. Ну, все. В принципе, я думаю, никаких особых проблем у нас здесь не будет. Не возникнет. Вот, отлично. Видите, мы можем уничтожать все и вся. Не... Как-то не пытаясь что-то сделать такое особенное. Ладно. Добываем виспен. Попутно мы ремонтируем. Что-то у меня как-то... Все время забывая про виспен. Это неправильно. А что все-таки добывать его? Так, здесь у нас минералов больше нет. Отлично. Поднимаемся. Переходим поближе к виспенщику. Потому что виспен нам нужнее, чем минералы. Ага, базу это, в принципе, и так уничтожит. Так, здесь что у нас есть еще? Ясно, понятно. Здесь у нас есть еще большая часть базы. Передвигаемся чуть ли не вот сюда. Складываемся, складываемся. Передвигаемся вперед. Раскладываемся и, собственно, начинаем полномасштабную атаку. На все и все, что здесь есть. Ну, как-то вот так это... Как-то вот это все и проходится. Тупо через засадные танки. Так, да ладно. Самое время. Так. Таково твое решение. Сейчас мы на радом проверяем тут, что здесь вообще есть. Самое время. Вроде здесь особо ничего нету. Ну, естественно, на вышку мы не пойдем. Ох ты ж, мать моя женщина. Как-то, как-то не так все пошло, как я хотел. А нет у нас нормального анти-воздуха. Есть народ непонятный, который мы будем сейчас чинить попутно. Есть крейсер-молот, он же гиперион, по сути. Уничтожили наши... Урешай. Корабли. Ну, дурак, он на вышку напал. Конец ему. Так, что мы делаем здесь? Складываемся. Переезжаем. Раскладываемся. Переезжаем. В общем, переезжаем вот этими конкретно танками вот сюда. Дабы зацепить, по идее, вот эту вышку. И мы ее, по идее, зацепим. Нет, не цепляем. Не цепляем. Конечно, не очень хорошо. Сюда мы наверх как раз никак не заберемся. Мы можем хотя бы перебраться вот сюда. Так, чем у нас здесь атаковано? Здесь все нормально, здесь все нормально, здесь все хорошо. Добываем дальше веспен. Почему веспен? Я уже из-за них начал называть веспен веспеном. Боже ты мой. Что творится, ребята, дорогие? Все, наконец-то у нас накопилось достаточно веспена. Дабы строить те или иные улучшения. Не хватает газа без него. Не хватает газа без него. Все, отлично. Газа хватило. Так. Чуть-чуть вас подвинем, чтобы вы атаковали примерно равномерно. И поднимаем ребят вот сюда, чтобы они атаковали антивоздух. Атака у них просто бешеная. Так, складываем. Заводим ребят на вышку. И, собственно, здесь их раскладываем. Отлично. Теперь нам здесь ни черта не угрожает. Теперь надо сделать так, чтобы эту базу никто не трогал. Как это сделать? Ну, очень просто. Разложить по всему периметру танки. Итак, как вы помните, вот эта база никаким образом не добывается. Нам не нужны особые ядерки, поэтому мы можем, в принципе, просто посадить здесь базу. Чуть-чуть, правда, отвезти. А база пусть летит пока что. База пусть пока что летит. У нас проблемы в основном с Виспеном. Так что будем вставать максимально близко к Виспену. Все, отлично. База пока летит. А мы пока что встаем. Вот сюда вот. Все, шикарно. Все хорошо. Так, нужно будет построить здесь антивоздух. Потому что я думаю, что на данную базу будет вскоре нападать. Мы потеряем сейчас... Дочнее не потеряем, мы сделаем большую проверку. Отсюда на нас никто не нападет. Океешки. Ой, гляв. А ты что здесь забыл, друг мой? Ты что? Ну, очкин-то гляв, и не особо повезло. Решай. Нет. Так, я вроде бы сказал построить здесь, нет? Решай. А вот твои руки. Зато мы теперь можем обстреливать все, что творится вот здесь. Это и танки. И пехоту. Да и вообще все, что... Работа выполнена. Только можно. Так. Давай. Построим мне тут реактор. И иди сразу же, через какое-то время добывай. Вас понял. Слушаю. Как вот здесь много, ребята. Давайте мы вот эти танки заберем. Они здесь все равно нам не нужны. На всякий случай поставим вот сюда один танк. Те же остальные мы разложим в другом месте. А именно вот здесь. Дабы они могли доставать до верха. Полномасштабное такое медленное, хорошее продвижение. Вполне себе. Минус танки. Минус все. Так, с вот этим, конечно, антивоздухом мы так просто не справимся. Но окей. Я думаю, что мы найдем как-нибудь способ что-нибудь с этим сделать. А пока что... А пока что мы будем работать с тем, что имеем. Все. У нас 1400 газа. Мы можем спокойно строить хоть орды танков. Можем также спокойно строить орды воздуха. Но орды воздуха нам не нужны. Теперь я больше не нуждаюсь в чем-либо. Наконец-то могу спокойно заниматься чем-чем хочу. Как-то быстро у нас закончился газ. И все остальное, честно говоря. Ну окей. Мариносы у нас здесь. Сейчас будут выходить большими стадами. Ну фактически ни в чем не ограничены. Так. Отлично. Давайте разложимся чуть-чуть повыше. Например, вот здесь. Эти танки подводим чуть-чуть поближе, раскладываем вот здесь. А эти танки подводим чуть поближе и уводим их вперед. Потому что обзор у нашего крейсера довольно большой. И это очень хорошо. Так, ну там мы никого не снимем. А здесь танки, по-моему, не пройдут. Здесь у нас там два газовика. Стоят два танка. Хорошо. Что у нас стоит здесь? Тихонечку исследуем. Я думаю, что сейчас мы найдем что-нибудь интересное. А может и нет. В любом случае, следовать надо бы. Здесь есть минеральные поля. Здесь есть нехорошие люди. Надо будет посмотреть. Тихо. Как их захватить. А я, в принципе, уже вижу, как можно их повеселить. Думаю, что мне это неплохо получится. Что, ты решил за мной погоняться до конца? Да без проблем, друг мой. Знаете, распишитесь, поучите. Так. Получись и распиши, как говорится. Куда едем, сейчас увидишь. Мы едем вот сюда. С большим количеством танков. И раскладываемся. Так. Я думаю, что выбрать еще надо вот вас. Тоже пока послать вот сюда. Выбрать лаз, тоже послать сюда. Ну и, естественно, вас тоже в том числе выбрать. Так. Вроде бы все танки мы сложили. И можем спокойно отправлять все танки вот сюда. Так. Хорошо. Только зачем я сложил вот эти танки, правда говоря? Ну окей. Пока что мы просто переправляем их. И что мне здесь нужно? Что мне здесь нужно? Это сделать улучшение для маринов. Хотя, в принципе, оно не особо обязательное. Можно сделать усовершенствование для воздуха. Будет оно мне нужно на случай, если я решу... Ну даже не знаю, если я решу, что сделать. Ну, в принципе, оно мне в том случае, конечно, будет нужно. Если что-нибудь я решу сделать. Так. Здесь газ, в принципе, добывается вполне себе хорошо. Мне, как таковое, уже ничего не нужно. Я беру, например, подвожу вот сюда войска. Раскладываю. И фигарю. Теперь подвожу войска вот сюда. Танки у них не разложены. У меня танки разложены будут. Так. Только надо подвести поближе вот эти два танчика. Чтобы зайти, так сказать, одним большим целым звеном. И расфигарить и к фигам. Раз. Два. Ну и добиваем маринат, собственно, там же. Сами виноваты, что они туда пошли, на самом деле. Здесь на нас выдвигаются танки. Обидные ребята. Благодаря моему хорошему разведчику мы их прям сверху и застреляли, собственно. Ладно, попутно. Что у нас мы имеем? Мы выдвигаемся вот сюда. И встаем, я думаю, наверху. На случай, если кто-то на нас решит пойти. Не сомневайся. На случай, если кто-то решит на нас пойти, мы будем готовы к этому. Все, разложили все танки. Так, давайте построим еще энное количество танков, потому что минералов, как я уже сказал, у нас полно. Но газа у нас в разы больше, поэтому мы можем сделать что угодно, как угодно. И, в принципе, особо не париться. А с таким количеством танков нам, в принципе, особо ничего и не страшно. Раскладываем танки. Чуть-чуть продвигаем вперед нашего друга. И расстреливаем, по сути, все, что на нас выходит. Да, чуть-чуть, конечно, можем потерять, там, не знаю, ну, один, два, но в целом вроде бы не должны. Ну, благо, танки у нас не атакуют по воздуху. Поэтому мы их все раздалбываем. Проезжаем еще чуть-чуть. Так, все-таки я зря сложил так много танков сразу. Надо их складывать по три штучки за раз. Тогда это будет все целенаправленно, красиво и хорошо. Что у нас здесь? Здесь на нас периодически выступают марины, но, естественно, мы, как бы, их спокойно останавливаем и охлаждаем их пыл, так сказать. Складываем, раскладываем, уничтожаем, разбиваем. И, в общем, все-все у нас хорошо пока что. Вроде как это, ну, основная, не основная база, конечно, я не уверен, но я думаю, что, как минимум, эта база используется противником довольно неплохо. В любом случае, для нас это уже не имеет никакого особого значения. Одиноко стоящий танк зачем-то стоит у меня в уголку. Что он там делает, непонятно. Ну, окей. Чем-то у меня, кстати, еще мало истивишек. Вроде бы строил больше. Но почему-то истивишек мало. Так. Поехали чуть-чуть подальше. Раскладываемся. Мне иногда, кстати, почему-то залипает кнопочка, позволяющая делать все на буквы, то есть на горячие клавиши. А почему-то иногда залипает. Я не могу, например, разложить танки на горячую клавишу. Приходится нажимать вот сюда, в бок. Так. Ну, здесь вроде бы никого. Да, здесь вроде бы никого. Мы раскладываемся, собственно, и забираем отсюда танки наши. Как понимаю, нам нужно уничтожить, в принципе, все, что здесь есть, поэтому... Упс. А вот это проблема. Что? Должно сработать. Тогда ладно. Ну, я думаю, что мы сейчас шибанем Ямато. Приветствую, командир. Потеряем, скорее всего, конечно, как минимум один танк. Таково твое решение. Но зато шибанем Ямато, который довольно нехило так покоцает. Ну, вот теперь можно его и добить. Отлично. Ну, вот мы добили. Так, хорошо. Теперь можно отсюда и уходить. Уходим мы, естественно, вот сюда. У меня мало времени. Ну... Проблема. Меня атаковал мелкий инвизник. Надо, кстати, починить все-таки, я думаю. Ой, как вас, ребята, здесь много. Как вас, ребята, здесь много. Что-то я как-то даже этого не ожидал. Ладно. Танков здесь, кстати, тоже всем временем накопилось немало. И я думаю, что мы немножко пройдемся вперед. Да, вперед. Именно вперед. Не назад, а именно вперед. Раскладываем наши танки. Проезжаем еще чуть-чуть вперед. И раскладываем их еще больше. Отлично. Но чтобы все получилось, мне нужно, чтобы кто-то наблюдал за... Всеми. Иначе у меня ничего не получится. А для этого мне нужен какой-то воздух, который будет показывать мне, где наши цели для обстрела. Ну, как-то вот так. Как-то вот так. Так, в принципе, дайте заглянем наверх, посмотрим, что здесь. Ждет ли у нас какая-нибудь здесь подстава. Вас понял. Служил. А, привет. Нет, подставы вроде здесь нет. И, по-моему, это последняя база противника. И больше здесь вроде бы ничего не ожидается. Я понял. Принимаю сообщение. Вас понял. Нет, видите, оказывается, у них есть отдаленная база, которую мы сейчас пойдем уничтожать, собственно говоря. Туда просто пошлем пару морпехов. Я думаю, что на какое-то время это их задержит, уничтожит или что-то в этом духе. Я же понимаю, что посылать отсюда морпехов от сюда это прям дикое извращение, но окей. Почему бы нет? Почему бы нет? А пошлем сюда еще заполнительно заодно танчик. И просто разложим все это и вся. Сложим и закончим миссию. Потому что больше здесь ничего нету, дорогие мои друзья. Последнее здание, собственно, у нас сверху, как я уже сказал. Можем привезти сюда наш крейсер. И по идее это должно действительно сработать. Шибанем орудием Ямато. Если делить им, конечно, до этого места. Ну вот, теперь у нас энергии на Ямато не хватает. проблема. Так. Ну я думаю, что мы уничтожим его все-таки. Но, как я понял, это далеко не последнее строение нашего подопечного. Потому что, видите, у него, походу, еще вот здесь что-то есть. Ну или просто считаются именно веселые постройки. Видимо, да. Видимо, они все-таки считаются как постройки. Все-таки. И нам нужно тупо уничтожить все и вся. Давайте просто танками мы это сделаем. Навряд ли там есть какая-то техника в виде летающей. Мы просто с вами все это делаем уничтожим. Особо, как говорится, не парясь. Тебя тоже, в принципе, можно туда отправить. Уничтожай все на здоровье. Ну, вроде бы, здесь больше ничего нет. Хотя я могу, конечно, ошибаться. Ну, по идее, здесь ничего нет. По идее. Когда уже заинт, ребята? Что-что-что мне надо сделать хорошо? Задача миссии уничтожить силу конфедерации, дюк должен выжить. Я, по-моему, это сделал или я что-то не понимаю. Хорошо, что находится чуть-чуть вбок от меня. А вот последнее, простите, строение. Все. Эмиттеры сохранены и включены. Кто разрешил использование пси-миттера? Я вот дал приказ, лейтенант. Что? Вы собираетесь использовать зергов против планеты? Это безумие. Я думаю, она права. Я все продумал. Ваша задача выполнить приказ. Арктур Менск решил использовать зергов против планеты. То есть, он решил уничтожить колонию за место того, чтобы их спасти и как-то в честном бою отбить планету. Но нет, он решил сделать это именно таким способом. В итоге мы получаем то, что получаем. Зерги нападут сейчас и это будет проблемы. Ну что ж, миссия на этом пройдена. Всем спасибо за внимание. С вами был как всегда дезертирует. Удачи, ребятки.